Ребята, всем привет и огромное спасибо за поддержку вдохновения под прошлым видеороликом. Лайков наставили просто какое-то невообразимое количество. Ну то есть относительно просмотров очень большой процент и по-моему такого никогда не было. Это меня очень сильно мотивирует и я понимаю, что проект заходящий, проект вам нравится и стоит его продолжать. Поэтому незамедлительно снимаю следующую серию. Здесь, правда, у меня не особо много чего сделано, потому что приходится подбирать хвосты. Без этого никуда, но вот три детали я все-таки доработал. Ну а если видимых работ не особо много, я вам покажу еще скрытые вещи, которыми я занимаюсь при постройке болида. Но это будет немного позже, а сейчас давайте рассмотрим детали. Во-первых, дооблегчил вот эту деталь, потому что у меня уже все готово. Я настроил звезды на единую величину. Ну то есть чтобы все было соосно и смог доделать наконец-таки эту деталь. Уши немножко уменьшил, потом все зашлифовал, закруглил. Здесь заужение сделал. Полегчала она всего лишь на 60 грамм. Все равно она какая-то тяжеловатая. Ну пока оставим так. Далее дооблегчал эксцентрики и сделал разметку, чтобы можно было настраивать натяжку цепи. Чтобы натяжка эта была равномерная, надо одновременно крутить два эксцентрика, а ориентироваться мы будем по точкам. Красная это начало координат, можно сказать. Вот по ней мы и будем ориентироваться. Надо ее, кстати, просверлить под больший размер и также намазать краской. По-моему, хорошо это все дело выглядит. Облегчение сильно много здесь не принесло. Где-то по 60 грамм с деталей я снял. В принципе, тоже вес 120 грамм довольно-таки нехило. Если кто-то когда-то будет облегчать таким методом сверлением отверстий, хочу вас сильно предостеречь, друзья. Отверстиями сильно много не наоблегчаешь. Здесь у меня в комплексе все сделано. Там вот видите, пустота еще есть. Вот это много дает. Отверстия обычно дают 5-10 процентов снижения веса. Смотрите, как сильно ослабляют деталь. В случае с эксцентриками это вполне нормально, потому что вот здесь оно и так тонкое тело. А здесь тело толстое, его надо ослаблять. В случае с другими деталями, может быть, все не так радужно. Плиты тоже пока не облегчал. Пока что сильно думаю. Моделирую и как раз покажу вам, что я там моделирую на компе. Но снимать металл здесь нужно обязательно, потому что вот эта часть, она вообще не сжимаемая, ребята. То есть если здесь я хомутом затягиваю, все играет, то вот здесь ничего не играет. И получается здесь деталь такая же круглая и остается по этому размеру. А тут оно ее как-то вот сжимает, стягивает вот сюда и в итоге отверстие под подшипник становится овальное, что мне совсем не хотелось бы. Кстати, эксцентрики еще надо будет дорабатывать, снимать, потому что хочу вставить фиксирующие кольца в конечном итоге. Не знаю, круглые кольца или плоские буду ставить. В общем, посмотрим. Еще из самого главного. Наконец-таки мы с другом заклепали цепуру, ребята. Вот смотрите, какая роскошь. Это 520 цепь, хотя существует 530 более мощные. Но я буду ставить спортивную 520 цепь. Топовая цепь 3D. Она из нержавейки и выдерживает нагрузку более 5 тонн. Думаю, нам для болида хватит. Вообще на мотоциклах дрэговых она прекрасно себя зарекомендовала и хорошо работает. Смотрите, она уже готова. Но сейчас я сделаю вставку, как мы ее клепали с Евгением. Точнее Евгений клепал, а я снимал видосы. Видите, какая цепь. Приехал к своему мастеру. Цепь хорошая у нас. Выработки нет. У меня уже несколько таких цепей, ребята. Жека мне понадарил тут массу. Наверное, на три комплекта хватит, потому что надо будет менять звезды. Больше-меньше ставить и соответственно разная длина цепи будет. Но цепь эта топовая, просто топовая. Она очень легкая, спортивная 520. И мощная. При этом, что легкая, она еще и очень мощная. Это что такое? Это смазка специальная, его же родная, видишь, замок от другой цепи. Будем клепать без замка. Излюбленная Жекина технология. Модернизировал, чтобы резинки не покусать. Я так смотрю, она прямо начинает идти домой к себе. Пошел процесс, заталкиваем. Что-то тут уже не понятно, где ты что-то расклепал. Завод что ли? Ну что ж, как это будет выглядеть на двигателе, я вам естественно покажу, но немножко позже. А сейчас давайте посмотрим на чертежи, на моделирование и еще на кое-какие детали, которых вы не видели, но они у меня уже давно есть для гоночного болида. Но вот собственно, ребята, то место, где все это дело проектируется и создается. Вот здесь лежат чертежи. Их уже у меня довольно таки много. Вот передняя подвеска. Видно, что даже нарисованы педали и часть кузова. Здесь у меня зачатки задней подвески. Все это еще будет корректироваться, потому что буду удлинять рычаги. Ну а вот дифференциал. Собственно, почему я начал делать дифференциал и вообще вот эту всю заднюю часть с двигателем? Короче, вот и двигатель здесь есть, он довольно таки детально прорисованный. Есть вид сверху, есть вид сзади. Собственно, под дифференциал это все и затачивалось. Да потому что стопорнулся я в изготовлении задних поворотных кулаков. Я так сразу не смог понять, как будут крепиться рычаги в самом вот этом вот запутанном месте. Поэтому мне пришлось начать делать дифференциал и я его, собственно, успешно доделал. Теперь можно двигаться дальше, но чтобы двигаться дальше, надо продолжать проектировать. Ваше любимое, ребята. 3d моделирование с помощью CAD программ. Вот смотрите, что у меня получается на данный момент. Есть двигатель. Он не совсем похож на двигатель, но у него все размеры, всё-всё-всё, всё, что необходимо. Крепёжные отверстия, всё есть. Ещё хочу дополнить выход на звезду, на патрубки охлаждения и так далее. Вот эти все мелочи. Также, как вы можете заметить, есть две пластины с хомутами. Дальнейших действий я ещё пока что не совершал. Дело довольно таки длительное, муторное и мне, честно говоря, не особо нравится. Оно надо, оно нужно. Надо теперь делать модель меня вот где-то вот в этой области. Я буду сидеть, потом надо как-то смоделировать расположение педалей. Ну и расположение подвески. Так что потихонечку, как вы можете заметить, процесс идёт и в этом направлении. Хочется создать максимально компактный болид. Но, честно говоря, без примерки самого себя, вот уже в готовые детали, сложновато. Например, как педали расположить, я вот даже, честно говоря, я не знаю, ребята. Хотя они у меня уже есть. Вот смотрите, какую роскошь удалось недавно приобрести. Педальный узел фирмы Вилвуд. Здесь есть три педали, которые какие-то довольно-таки высокие. Такое чувство, что этот узел надо довольно-таки сильно утапливать. Поэтому прошу у вас совета, друзья. Может быть кто-то знает, как их правильно устанавливать. Честно говоря, я не знаю. Мне вот интересно по высоте и по углу. Вот допустим, сейчас они правильно стоят или они как-то вот так должны стоять? Или они как-то так должны стоять? Какое ваше мнение по этому поводу? Желательно пишите те, кто точно знает, как они должны стоять, потому что я вообще не могу понять. А так, конечно, вещь роскошная. Это действительно спортивные педали. Здесь есть уже предустановленные мною два гидроцилиндра тоже фирмы Вилвуд. Они будут использоваться для тормозов передний контур и задний контур. Здесь можно даже настраивать распределение усилий. Какой контур будет сильнее давить, какой будет слабее. Также можно поменять цилиндры. То есть можно менять в широких пределах, потому что существует разного диаметра поршень. Вот так это выглядит. Кстати, круто, что здесь есть комплектация как с отдельными бачками, которые сверху устанавливаются, так и вот с такими, которые стоят непосредственно на цилиндре. Я естественно буду использовать такие для минимизации веса. Заливается тормоза, всё как положено. Есть сеточка даже. Вообще роскошь, она и в Африке роскошь. Всё новое, ребята, никакой БУ, рама здесь алюминиевая, ну а педали металлические. Но они правда с тонкостенного металла выполнены и довольно-таки лёгкие. Хотя мне передок особо облегчать не нужно, потому что он и так будет недогруженный. Вот смотрите, какая высота. Ну то есть ежу понятно, что так быть не должно. Нога должна быть где-то здесь. Снизу образуется большое пространство и должно что-то там что-то подпирать ногу. Вот такие вот дела. Такую вещь я вам ещё не показывал, но она как бы несколько месяцев назад уже прикуплена. Опять же, от угла установки педали здесь она будет или здесь. Ну здесь вот так навряд ли, мне кажется. Мне кажется, всё-таки как-то так она должна стоять. Ну а если вот так, то сами понимаете, вся эта конструкция будет перемещаться вперёд-назад, ближе к ноге или дальше от ноги. И в зависимости от этого уже будет плясать вся конструкция. Хотелось бы конечно собрать какой-то деревянный ящик, залезть туда и всё это дело попробовать, чтобы была хорошая эргономика. Потому что ну наугад как-то моделировать и вообще как, честно говоря, я не знаю. В коробке есть ещё вот такая комплекта, бачки побольше, выносные и трубопроводы. Есть даже инструкция, но даже по ней не понятно, как же их всё-таки устанавливать. Ну судя по картинке, вот примерно так. Подсобрал обратно и сделал предварительную натяжку цепи. Совместил метки так, чтобы эксцентрики были параллельны. Вот по этим красным точкам. Если честно, я параллельность перемерял уже по лекальным линейкам. Всё чётко сходится. Ну а цепь ура, ребята, вот так вращается. Вообще, по-моему, какая-то роскошь, натяжка. Никаких дополнительных роликов прижимных делать не буду. По-моему, и так всё нормально. Не думаю, что цепь каким-то образом может слететь. Это невозможно. Принял решение сверху слегка усилить, сделать планку алюминиевую и прикрутить на пару болтов с каждой стороны. Ну а снизу буду делать карбоновое крепление, скорее всего. Тоже думаю сделать через планку. И в итоге двигатель с трансмиссией будет крепиться на трёх болтах к раме. Вот так компактно здесь сидит шрус. Как видим, есть место для нахлобучивания защитного пыльника. Ну а вот так вставляется приводной вал. Вал будет немножко длиннее. Придется делать самодельное. С длиной пока ещё не до конца определился. Пока что моделирую на чертежах. Со стандартными валами приводов ширина болида получается 1600 миллиметров. И это при том, что будут стоять широкие колеса и диски с большим вылетом, то есть большой полкой. Если ставить другие стандартные гражданские колеса, ширина болида будет ещё меньше. Поэтому пришел к выводу, что привода всё-таки надо удлинить. В итоге придется перечертить рычаги. Рычаги тоже придется удлинить. Но зато ширина болида будет более приемлема от 1800 до 2000 миллиметров. То есть до двух метров ширина болида будет с гоночной резиной и с гоночными дисками. А с обычной резиной с обычными дисками примерно 1900-1850. Вот такая будет ширина. Кому было интересно и самое главное полезно, подписывайтесь на канал и поддержите мое вдохновение лайком и просмотром. Всё, всем пока. Дальше будет ещё интересней.